Прям совсем в краске выгоняешь, что же ты, это, я он считала, ты как будто бы, ты считаешь, что это всё фикция, просто для того, чтобы нажраться. Хотя, 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 честно, честно тебе скажу, а вы, конечно, что Алене, ты сейчас дико несправедлива, потому что Алена, на протяжении всей этой истории, одна из немногих, кто всегда на твоей была стороне. Я всегда очень тонко, аккуратно постараюсь. Да, ну, надо подбирать слова, что значит просто тусовку, сейчас ты понимаешь, что это не работает. Что? Ты видишь, это не работает, да, что он считал, говорится, но он лишен, что же такое интересное, ты там приходишь. Он просто с ног на голову и понимаешь, что он такой, 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 а с него слова подбираешь. И когда мы, исходя из разговора, мы исходя из своих слов, доносим информацию, ты встаёшь в позу, защищаешь его, и всё, ловное дерьмо просто. Алене, что, которое на свадьбе должно быть, да идите мы сами на трепуху. Хорошо, не знаю. Как запинали Артура, на самом деле, как будто он ничего не думает. А вот мы в Пане весь вечер сидели, он реально так переживает за свадьбу, за всю эту ситуацию, он так трепетно относится к этому. Это как ты понял? Да он постоянно, он и у Моргена спрашивает вечно про знакомых, и ко мне там подходит что-то, он реально думает о будущем. Смотрите, если вы хотите, чтобы после ЗАГСа вы оттуда вышли мужем и женой не на бумажке, а в сердцах, в голове и прочее, вы, пожалуйста, до того, как зайти в ЗАГС, станьте семьёй. И тогда это действительно будет просто мероприятие. А пока, как правильно сказала Алёна, кажется, что это просто штампики поставили, ухнули по этому поводу дважды. Первый раз на мальчишнике, второй раз на этой вечеринке, и всё. А ни в голове, нигде не изменилось ничего.